В 2013 году на территории Волгоградской области произошло 12 чрезвычайных ситуаций, около 3000 пожаров и 135 происшествий на водных объектах. В результате слаженных действий спасено более 5000 человек. Взрыв мощностью более 500 граммов в тротиловом эквиваленте прогремел 21 октября в рейсовом автобусе в Красноармейском районе Волгограда. Погибли 7 человек, 43 пострадали, из которых 12 детей. Первыми на место ЧС прибыли пожарные расчеты 6-й пожарной части. Из-за скорежного взрывом автобуса пожарные эвакуировали пострадавших и оказывали необходимую помощь. На место происшествия прибыли все оперативные службы силовых структур региона. Развернут межведомственный оперативный штаб. Авиации МЧС пострадавшие доставлены в медицинские учреждения города Москвы. Страшная авария произошла 14 апреля утром неподалеку от бельгийского города Антверпена. Школьники из Суровикинского района путешествовали по Европе на автобусе. Группа из 39 человек в дни весенних каникул отправились в увлекательный тур. Им осталось увидеть Париж. До пункта назначения автобус так и не доехал. Водитель уснул за рулем, машина врезалась в ограждение и упала с моста. В результате различные травмы у десятка человек и пятеро погибших. Пострадавшим измедлительно была оказана вся необходимая помощь. Авиация МЧС России и группа детей была отправлена в аэропорт города Волгограда. Декабрь преподнес неожиданный и неприятный сюрприз жителям Волгограда и области. Начиная с 10 декабря снег шел не прекращаясь. За несколько дней выпала месячная норма осадков. Стихия парализовала движение на трех федеральных трассах, ведущих в Москву, Ростов-на-Дону и Саратов. А в эпицентре циклона оказался сам Волгоград. В снегу увязли сотни грузовиков. По тревоге были подняты все экстренные службы Волгоградской области. В отчайшие сроки была организована работа межведомственного оперативного штаба и телефонов горячей линии. На трассах для водителей и пассажиров организованы пункты обогрева, питания и временного размещения. На помощь водителям большегрузов пришла тяжелая спецтехника силовой инструкции региона. Министерство обороны, МВД, ВСИН. Пришлось задействовать и резервную пожарную технику. В ликвидации последствий стихии было задействовано около 2000 человек и более 300 единиц техники всей территориальной подсистемы РСЧС. Показываем помощь водителям по преодолению подъема. Работает 20 единиц техники, в том числе пожарные машины тяжелого типа. Стараемся сами по возможности выезжать, но не получается. Не помогает очень? Ну, конечно, сейчас РСЧС, мы сегодня утром вытащили, там пробка была, сейчас отвязнится. Благодаря слаженным действиям всей территориальной подсистемы РСЧС удалось в кратчайшие сроки стабилизировать обстановку и не допустить человеческих жертв. Благодаря заблаговариванной подготовке к летнему пожароопасному периоду, в этом году удалось избежать крупных лесных пожаров. Для подготовки глав муниципальных образований была проведена серия учебно-методических сборов в четырех муниципальных районах региона. Итоговые мероприятия прошли в Клачевском районе. Тушение пожара – это совершенно комплексная работа, которая трагивает очень многие ведомства. Я знаю, что очень много сделано и по линии МЧС, очень много сделано по отрасли лесного хозяйства в области. Сегодня очень сделано в плане мониторинга ситуации. Очень важно сегодня цельно упредить эти события, выявить на первом этапе тушения пожара и потом принимать грамотные оперативные решения. Огромная профилактическая работа, проделанная инспекторским составом ГИМС и областными спасателями, позволила добиться снижения несчастных случаев на воде и не допустить гибели людей в местах организованного отдыха населения в летний период. В октябре в акватории реки Волги сотрудники ГИМС совместно с областной службой спасения отрабатывали свои действия по ликвидации последствий условной аварии с участием маломерных судов. Учение также приняло участие, созданное в этом году, сводная мобильная группа ГИМС. В ноябре в Волгограде состоялась выездная коллегия МЧС России под руководством статс-секретаря заместителя министра Владимира Артамонова. В ходе заседания обсуждались перспективы развития Южного регионального центра. В рамках этого мероприятия на площади перед центральным стадионом был дан старт автопробегу в поддержку добровольчества по югу страны. Он был открыт ударом в золотую рынду пожарного ретроавтомобиля. Участникам коллегии были представлены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС с элементами жизнеобеспечения, а также современные технологии, применяемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Мы увидели материальную базу в очень хорошем состоянии. И мы так полагаем, что Главное управление МЧС России и вообще система РСЧС Волгоградской области способна решать задачи самой любой сложности. Взаимодействие с МЧС у нас очень хорошее налажено, есть понимание и проводятся совместные учения, и мы обязательно привлекаем народных дружинников. В ходе визита заместитель министра встретился с личным составом третьей пожарной части, посетил музей Главного управления, открытый в этом году, а также пообщался со студентами-добровольцами учебной пожарной части Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Учебная пожарная часть действует уже больше года, и совсем недавно ребята получили право на самостоятельное тушение пожаров. За год существования студентами-добровольцами проделана большая работа, совершенствуется материально-техническая база. Полученные навыки не раз приходилось применять на практике. С момента открытия ОПЧ студенты приняли участие в тушении более 160 пожаров. Есть такая профессия – спасать людей. В разгар половодия, в стужу и в летний зной протянуть руку помощи в самой трудной, а иногда и безвыходной ситуации. Подставить плечо, подарить надежду и веру. Быть спасателем – это призвание. Мы руку помощи протягиваем первые, незамедлительно в стремительном броске. Ведь мы спасатели, и в этом наша жизнь. Да мы спасатели, доверься и держись. Простые парни мы, не ангелы с небес. Мы дружбой спаяны, команда МЧС. Простые парни мы, не ангелы с небес. Мы дружбой спаяны, команда МЧС.